Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Министерство обороны США обеспокоено тем, что гигантские экраны китайского производства, расположенные в наших американских портах по всей стране, могут использоваться КНР в качестве инструмента слежки и шпионажа. Конгрессмены-республиканцы обнародовали электронные письма, доказывающие, что бывший главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи в феврале 2020 года отредактировал отчет о том, что пандемия COVID-19 была связана с утечкой из лаборатории в Китае. Проще говоря, лгал. Министр обороны Ллойд Остин прибыл в Иорданию. Также Остин в Иордании заявил, что взятие российскими войсками Бахмута не оказало бы существенного влияния на ход военных действий в Украине. Калифорния может выплатить чернокожим жителям штата почти, обратите внимание на цифру, 640 миллиардов долларов в качестве репарации. Это в штате, в котором никакого рабства не было. 640 миллиардов долларов. Две трети примерно от триллиона. Жительница штата Флорида убила неизлечимо больного супруга и была отпущена под залог. Полицейские в городе Акало, штат Флорида, арестовали 72-летнего пенсионера после того, как следователи нашли в его доме коллекцию из более чем 220 тысяч распечатанных изображений с детским пурно. Вот эта распечатка, все это в бумаге, как говорят следователи, весила примерно одну тонну. В Техасе арестовали женщину, которая пыталась продать арендованную машину. Пассажир частного самолета скончался во время полета, когда воздушное судно попало в зону сильной турбулентности. В Рочестере, штат Нью-Йорк, 33-летняя женщина погибла из-за давки на концерты рэперши по имени Глорилла. В округе Сан-Хоакин, штат Калифорния, установили личность мертвой женщины, тело которой нашли почти 30 лет назад в холодильнике, сброшенном в канал. Во Флориде мужчина подвергся нападению самца-аллигатора, который находился у его входной двери. И актер, и кинорежиссер Джонни Депп заработал 5 миллионов 400 тысяч долларов на продажах нарисованных им картин. Вот такой замечательный художник-актер Джонни Депп. Дамы и господа, эти темы мы и рассмотрим в нашей сегодняшней программе. Министерство обороны США беспокоено тем, что гигантские краны китайского производства, расположенные в американских портах по всей стране, могут использоваться Китайской Народной Республикой в качестве инструмента слежки и шпионажа, пишет Wall Street Journal. Источники издания в Пентагоне и органах национальной безопасности сравнили портовые краны китайского производителя ZPMC с троянским конем. Собеседники Wall Street Journal утверждают, что в этих кранах установлены сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и местоназначение контейнеров, вывезенных или ввозимых в Соединенные Штаты. Так, некоторые порты использует Пентагон для отправки военных грузов по всему миру. Посольства КНР в Вашингтоне заявили газете, что опасения США о кранах-шпионах вызваны паранойей. Дипломаты считают, что теории о китайской угрозе только препятствуют торгово-экономическому сотрудничеству между странами и наносят ущерб самим Соединенным Штатам. В начале 2023 года отношение между США и Китаем, напомню, вновь обострилось после того, как Вашингтон заподозрил Пекин шпионской деятельности. 4 февраля у побережья Южной Каролины был сбит китайский аэростат, до этого несколько дней летавший в воздушном пространстве нашей страны. Белый дом заявил, что шар был оснащен оборудованием для радиоэлектронной разведки. В КНР утверждали, что аэростат использовался в метеорологических целях и случайно оказался на территории Соединенных Штатов, сбившись с Курса. 10-12 февраля американские военные сбивали неопознанные летающие объекты, обнаруженные у берегов Аляски, над территорией Юкон в Канаде, а также над озером Гурон в Мичигане. Пентагонии объяснили, что после обнаружения китайского шара шпиона перенастроили радиолокационную систему, сделав ее более чувствительной. Позже в Белом доме заявили, что сбитые объекты не представляли опасности и не были связаны с разведывательной программой Китая. Конгрессмены-республиканцы обнародовали электронные письма, доказывающие, что бывший главный эпидемиолог страны Энтони Фаучи в феврале 2020 года заказал и отредактировал отчет с опровержением теории о том, что пандемия COVID-19 была связана с утечкой из лаборатории в Китае. Подчеркивается, что ранее Фаучи ссылался на данный отчет и делал вид, что не имеет отношения к его составлению. То есть он врал просто-напросто. Сразу после появления неизвестного вируса в Китае в январе 2020 года правительственное наблюдательное агентство раскритиковало Национальный институт здравоохранения США за отсутствие контроля за биолабораториями в Китае, финансирование которых осуществляли США. Ну а ранее директор ФБР Кристофер Рей заявил в интервью Fox News, что ведомство считает наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении коронавируса. К этой же версии склоняются и Минэнерго США. То есть этот вирус COVID-19, о чем, кстати, Трамп и говорил, это COVID-19 из Уханя, из китайской лаборатории. Министр обороны Ллойд Остин прибыл в Иорданию. Это первая остановка в ближневосточном турне, в рамках которого глава Пентагона посетит также Израиль и Египет. Поездка призвана продемонстрировать поддержку ключевым региональным союзникам Соединенных Штатов против растущей угрозы со стороны Ирана, так отмечают американские официальные лица. Но перед отъездом Остин написал в Твиттере, что встретится с лидерами стран региона и, как он отметил, подтвердит приверженность США укреплению стабильности в регионе и продвижению общих интересов союзников и партнеров. В Пентагоне заявили, что основной темой встреч станет растущая угроза региональной стабильности со стороны Ирана и наращивание многостороннего сотрудничества в сфере безопасности за счет интеграции противовоздушной и противоракетной обороны. Центральное место в обсуждении займет, как было отмечено, комплекс угроз, исходящих от Ирана, так говорится в заявлении Пентагона. И в нем поясняется, что эти угрозы включают в себя вооружение, обучение и финансирование Ираном враждебных группировок, агрессию на море, киберугрозы, атаки с помощью беспилотников и программу создания баллистических ракет. В Израиле Остин намерен выразить свою озабоченность по поводу всплеска насилия на западном берегу, которое встревожило лидеров Иордании и западных стран, а также обсудит дипломатические меры по снижению напряженности. Ну и также министр обороны Ллойд Остин заявил вчера в понедельник, что взятие российскими войсками Бахмута не оказало бы существенного влияния на ход военных действий в Украине. Я думаю, сказал Остин, сказал глава Пентагона, Бахмут имеет скорее символическое значение, чем стратегическое. Вот так вот он говорил в беседе с журналистами в ходе визита в Иорданию. Его падение, то есть Бахмута, не означало бы непременно, что россияне изменили ход войны. Конец цитаты. Остин также отметил, что если украинские войска решат передислоцироваться на запад от Бахмута, то он не будет рассматривать это как стратегическую неудачу. Бои за Бахмут длятся уже 7 месяцев. До войны в городе проживало около 70 тысяч человек, а сейчас Бахмут превращен в руины. Ну, собственно, это все, что оставляет после себя Россия, как мы знаем. Россия наносит удары по последним пунктам отхода из города, пытаясь замкнуть кольцо вокруг него. Но глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин жаловался на нехватку боеприпасов. В минувшие выходные он заявил, что обещанные Москве снаряды не были доставлены. Пригожин регулярно критикует военное ведомство Российской Федерации и в прошлом месяце заявил, что действия министра обороны России Сергея Шойгу и других чиновников, которые отказываются выдавать снаряды, можно приравнять к измене родине. Цитирую, я думаю, между вышеуказанными структурами есть расхождение, сказал глава Пентагона Ллойд Остин. Я бы сказал, что силы ЧВК «Вагнер» несколько более эффективны, чем регулярные российские войска, отметил глава Пентагона. Но что касается Бахмута, то из офиса президента Украины Зеленского поступило сообщение, что Министерство обороны, Генеральный штаб, они считают, что Бахмут пока украинские войска оставлять не будут. Калифорния может выплатить чернокожим жителям штата почти, обратите внимание, 640 миллиардов долларов. Это практически 2 трети от триллиона. 640 миллиардов долларов в качестве репарации. Об этом сообщают ряд средств массовой информации. Речь идет об 1 миллионе 800 тысячах, 1 миллион 800 тысяч потомков чернокожих рабов в штате, в котором исторически никакого рабства не было. Калифорния присоединилась с Соединенным Штатом практически в последней четверти XIX века. Таким образом, каждому из вот этих 1 миллиона 800 тысяч так называемых потомков чернокожих рабов будет полагаться около 360 тысяч долларов. 360 тысяч долларов одному вот этому потомку, так называемому чернокожих рабов. Но в ближайшие дни калифорнийская рабочая группа по возмещению ущерба соберется в Сакраменто, чтобы определить, как следует распределить средства. Среди предлагаемых вариантов прямые выплаты или различные субсидии. Ну, ряд изданий выяснили, что пока не ясно, откуда будут взяты такие внушительные средства. При этом ожидается, что в 2023 году бюджет Калифорнии окажется дефицитным. Аналоги в штате и так являются одними из самих высоких в США. Мы знаем, что калифорнийцы просто бегут из своего штата. Ну, вот такое замечательное там руководство в штате. Напомню, что в январе консультативный совет Сан-Франциско по возмещению ущерба афроамериканцам приказал выплатить, призвал уже, выплатить потомкам рабов по 5 миллионов долларов. Потомку раба 5 миллионов долларов. Это в Калифорнии, опять-таки, повторю, где рабства просто не было. Но, по мнению комитета, темнокожим жителям города положены репарации не за рабство, а вот обратите внимание, я сейчас процитирую, а для устранения проблем государственной политики, явно созданной для порабощения чернокожих жителей путем поддержания и расширения замысла и наследия рабства. Я специально вот так медленно прочитал, чтобы вы попытались уяснить вот эту формулировку, в которой, ну просто, не сразу можно понять, что имеется в виду. Понятно только одно. Это все будет из кармана налогоплательщика. В Сан-Франциско каждому афроамериканцу хотят заплатить по 5 миллионов долларов. Ну вот как эти обезумевшие просто либералы, демократы это будут осуществлять, раз потомков рабов в Калифорнии, как их самих рабов, нет и не было, понять это просто невозможно. Логике все это не поддается. Ни логике, ни любому финансовому расчету, как я уже говорил, поскольку штат находится в очень и очень тяжелой финансовой ситуации, ну чего не сделаешь ради потомков рабов, которых, я еще раз повторю, в штате просто не было. Такой абсурд абсолютный, вот это и есть наша сегодняшняя американская действительность. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу.